Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Я вас тут как всегда просто безумно рада видеть. Сегодня я наконец-таки снимаю для вас шоппинг с Wildberries и я на самом деле вижу, что вы любите эту рубрику и по просмотрам, и частенько в комментариях под разными видео пишите, что хотели бы уже увидеть эту рубрику. Если вы ее действительно любите, то прямо сейчас ставьте палец вверх под этим видео и подписывайтесь на канал. И я постараюсь как можно чаще снимать эту рубрику для вас. Ну и начать сегодня я хотела бы, конечно же, с платьев, в котором я сижу. Расскажу вам немножко про бренд. Это бренд Libelon, бренд женственных ярких платьев, формирующих фигуру. Они не шьют мешки для фигуры, а именно подчеркивают ее своими платьями. Фигура каждой из вас будет смотреться просто роскошно, потому что идея этого бренда как раз и состоит в том, чтобы подчеркнуть в женщине ее красоту, сексуальность, ее формы. И, конечно же, что мне еще безумно понравилось, это широкий размерный ряд, аж до 70-го размера. Ну и цена платьев тоже не может не радовать. Есть платья за 7-15 тысяч, как мы с вами уже видели, да, а эти платья стоят всего, ну, в районе 3 тысяч. Поэтому давайте поподробнее поговорим о них. Я заказала два платья от этого бренда. Ну и первое, конечно же, зеленое, в котором я сейчас сижу. На самом деле там есть много цветов. Я сомневалась и думала взять себе черный или зеленый цвет, и в итоге все-таки решила остановиться на зеленом, потому что сейчас весна, совсем скоро лето, хочется ярких красок. Яркие краски, опять же, это про бренд Libelon, потому что тут помимо зеленого есть еще фиолетовый, розовый, синий, бежевый и черный, как я уже говорила. Правда, бежевый, он немножко отличается, бежевое платье, от всех остальных ранее мной перечисленных, потому что оно такое немножко расклешенное все-таки к низу, а остальные идут платья-футляры, а именно это бежевое расклешенное, но мне кажется, что оно тоже очень здорово будет смотреться. И что я хочу рассказать вам про это платье. Во-первых, что мне нравится больше всего? Люди, которые постоянно смотрят мой канал, мне кажется, уже догадались, это рукава-фонарики. Я их просто обожаю. Ну так это женственно и красиво смотрится, просто... Вот я, если надеваю такую вещь, я сразу себя чувствую такой тонченый, нежный, женственный. Я это просто обожаю. На плечиках тут есть резиночка, и на рукавах тоже резиночка такая есть. Она как раз и формирует, мне кажется, вот эти вот рукава-фонарики. Плюс тут красивый квадратный вырез, подчеркивает шею, зону декольте. Очень красиво. Кстати говоря, это платье зеленое, не обязательно носить так, чтобы были закрыты плечи. Можно их немножко приспустить, потому что они как раз на резинке, и это тоже будет смотреться очень красиво, женственно, элегантно. Платье немного ниже колена, и, естественно, для того, чтобы вашу фигуру подчеркнуть еще больше, в комплекте идет ремень. Можно, в принципе, платье и без него носить, кому как удобно. Но мне больше нравится с ремнем, мне кажется, он тут как раз к месту, очень так как раз подчеркивает талию. Ткань у этого платья очень приятная, и все швы ровные. И мне кажется, это платье можно как носить на повседневной основе, можно в офис, наверное, если это такой более приглушенный цвет, как раз вот бешевый и черный. Хотя, не знаю, может, даже и в зеленом можно. И я планировала вообще отпраздновать свой день рождения, правда, это еще не скоро, через два месяца. Но я так немножко наперед его брала. Но не знаю, посмотрим, в чем я буду в итоге. Но я думаю, что это отличный вариант на праздничное какое-то мероприятие надеть такое платье. Размерный ряд, как я уже говорила, до 70-го размера аж идет, и начинается с 50-го. Поэтому каждый сможет подобрать себе нужный вариант. И еще одно платье тоже от этого же бренда, только я уже заказала все-таки в черном цвете. Это платье уже идет длины миди, мне кажется, оно немножко подлиннее, чем зеленое платье. И с плессированной юбкой. Также у этого платья V-образный вырез и рука в три четверти. И тоже идет пояс. Можно пояс носить, можно не носить. Опять же, очень удобно, что нет шлевок. Знаете, что для пояса, потому что так вы можете, как хотите, его носить. Если бы шлевки были, то их уже никуда не денешь, и приходилось бы в любом случае надевать ремень. А тут, как вы сами пожелаете, но в этом платье, вот прям 100%, мне кажется, стоит надеть этот ремень, потому что он так круто формирует талию. И за счет вот этой пельсированной юбки скрадываются бедра, и фигура груши корректируется идеально. Это, кстати, платье подойдет, как и зеленое, в котором я сейчас дамам с пышной формой, как вы уже поняли, и с пышной грудью, потому что я прям чувствовала, что еще есть немного места. То есть, если у вас действительно большая грудь, то, скорее всего, вам это платье подойдет. Мне кажется, идеально просто будет его носить на работу, если вы работаете в офисе. Оно супер такое строгое, классическое, минималистичное. Мне кажется, просто идеально для этих целей подойдет. Но я вот в офисе не работаю. И я, когда его надела, сразу подумала о том, что я бы хотела сходить в театр. Во-первых, я давным-давно там была, прошлым летом. И стоит сходить еще раз. И новое платье отличный повод для того, чтобы прогуляться до театра. И пока еще в Москве прохладненько. Просто в платье не пойдешь. Я вот примерила его со своим пальтом. И с бодильончиками на каблуке. Мне кажется, выглядит очень классный образ. Так классически. При этом и платье, оно фигуру так вытягивает. И скрадывает какие-то недостатки, да, фигуры. Но при этом подчеркивает достоинства. И пальто тоже удлиняет. Ну, в общем, мне кажется, такой идеальный лук у меня получился. Пишите в комментариях, что думаете насчет этих платьев. Обязательно переходите по ссылкам в описании. Первые ссылки будут как раз на эти два платья. Заказывайте их себе. И радуйте себя новыми вещами. Следующий образ, который я хотела бы с вами обсудить. Не знаю, мне вот очень интересно вообще самой на монтаже посмотреть со стороны, как выглядят образы, которые я составляла. И понравятся ли они вам. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. В общем, это образ супер нежный. Очень такой милый, весенний, мне кажется. С юбкой из искусственного шелка. И кофточкой такой самый простой, облегающей. С квадратным тоже вырезом. Мне кажется, очень интересно так смотрится квадратный вырез. И получился очень нежный образ. Я еще накрутилась, так накрасилась. В общем, у меня было прям супер весеннее настроение в этом образе. И я его надела с такими босоножками, с туфельками на каблуке небольшом, бежевыми. Добавила свою сумку, и он получился практически монохромный. Что могу сказать про юбку? Она длинный миди, сзади идет на резинке, спереди нет. Но за счет того, что сзади на резинке, она хорошо садится на фигуре. И вот этот материал, я переживала, что он будет очень каким-то тонким, знаете. Но нет, он плотный. Мне кажется, это хорошо юбка села на мою фигуру. И кофточка, она прям тоже обычная. Знаете, не могу сказать, что это какая-то вау, супер классная кофта. Но такая неплохая. Эта кофта представлена просто во множестве цветов. Тут и бежевый, и черный, и белый, и розовый, и зеленый. Вот этот, который я заказала. Какой-то лавандовый, фиолетовый тут написано. Какой-то цвет морской волны темно-зеленый. Ну, в общем, серый. Цветов вот так вот вам на выбор. Если вдруг понравилось. И подойдет практически ко всем вещам. Можно составлять с этой кофтой разные образы. Но юбка, мне кажется, на лето, на весну. Сейчас на уже позднюю, когда тепло будет. Тоже классный вариант. Юбка вообще супер бюджетная. Она стоит там 1300-1400, может быть, да. И мне кажется, прям вот реально классный вариант. Я не думала, что она так хорошо будет выглядеть. Но опять же, посмотрю потом на мандаже. Но вот так, когда я смотрела на себя просто в зеркало, мне оно очень понравилось. Туфли, которые вы видели в этом образе, я тоже заказывала на Вайлдберрисе. Они мне понравились, потому что там устойчивый каблук. Этот вот верхний ремешок, когда нужно его застегнуть, там сбоку есть резинка. И как раз из этой резинки можно на широкую ногу эту обувь тоже обувать. Сам нос, он не прям, знаете, очень какой-то широкий. Но, мне кажется, вполне может разноситься. Единственное, что я заказала размер, который мне оказался велик. У меня вообще в этом заказе много таких вещей получилось, которые я заказала прям большеватыми. Поэтому и так же у меня и с туфлями получилось, что я заказала на размер больше. Я заказала 41-й. А я думаю, что, наверное, может даже 39-й можно было попробовать. Но 40-й, вот мне кажется, сел бы так довольно свободно и при этом комфортно. А 41-й прям очень большим оказался. Ну и другой уже немного образ с этой же юбкой. Я, кстати, его показывала в Телеграме. Там у меня было настроение такое классное, когда я снимала эти вещи. Вот, я немножечко там потанцевала. Поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, если хотите все первыми узнавать. Вот. И это такой уже больше образ. Ну, тоже он получился очень нежный за счет цветов, за счет красивого сиреневого цвета. Но при этом он уже не такой прям мимимишный, наверное. Потому что я сменила обувь. Я надела просто бежевые кроссовки. И я надела джемпер. Джемпер вообще прям супер классный. Он мне тоже очень понравился. Единственное, что он прям такой тепленький. Летом в дне он точно будет жарко. Мне кажется, он хорошо как раз на вот такую весну, как сейчас. Что еще прохладно. Пока можно еще даже верхнюю там одежду носить. На осень, на зиму хорошо подойдет. На лето, понятное дело, что он будет слишком теплым. Но мне показалось, что тоже такой интересный образ получился. Тут есть тоже разные абсолютно варианты. Тут есть оранжевый, голубой, черный цвет, белый, темно-синий. Написано, что это турецкая пряжина. Но он, правда, очень такой приятный. Я как-то от этого бренда уже заказывала кардиган белый. Он мне тогда тоже очень понравился. И вот сейчас заказала два свитера, ну, два джемпера. Вот этих один вы уже увидели. И сейчас про следующий поговорим. И все вот вещи пока мне от этого бренда нравились. По качеству они, конечно, и стоят. Ну, для Wildberries, возможно, немного дороговато. Потому что 4157 рублей стоит этот джемпер. Тем не менее, мне кажется, он такой вот прям очень классный. И следующий тоже очень похож на предыдущий. Это тоже юбка. И джемпер из этой же серии. Только он такой с принтом зебры, мне кажется. Но зеленый. Животные принты, они сейчас актуальны и в тренде. И юбку я заказала. Она тоже очень классного качества. Вообще, мне вот вещи на первый взгляд, опять же, очень нравятся. В этом заказе практически все. На ощупь эта юбка, она прям такая плотная, знаете. Как и предыдущая тоже. Они такие плотные по материалу. И эта юбка, она немного так еще утягивает тоже хорошо. Мне понравилась на ощупь. Она прям супер классная. И сбоку есть разрез. Тоже длина мидия. Она идет на резинки сверху на талии. И, мне кажется, классно подчеркивает тоже фигуру. Ну, я надела, также оставила эти кроссовки. И сверху надела джемпер. Тоже получился такой образ. Он мне понравился. И мне этот джемпер тоже очень понравился. Он также стоит 4 тысячи. И на ощупь, опять же, приятный. И сам именно дизайн мне понравился. Мне понравилась вот эта расцветка. Она такая яркая. При этом, мне кажется, что мне зеленый к лицу. Не знаю, как думаете. Напишите в комментариях. Но, в общем, мне нравятся в последнее время зеленые такие вещи. Тут тоже есть разные цвета. Есть, ну, вот то, что я сейчас смотрю. В наличии остался бежевый. Теперь уже не такие удачные вещи. Это брюки. В этот раз что-то у меня не сложилось. Вообще, я носила брюки классические только на работу. И так как они у меня остались, я ходила в них в зал. Но в классических брюках, вот, мне как-то особо некуда ходить. Я больше люблю джинсы. Проблема в том, что на Валбрисе, на мой размер, джинсы найти очень сложно. И я, в принципе, все, что нашла, в прошлый раз показала. И как-то я посмотрела, не особо ассортимент обновился, на мой взгляд. Именно то, что касается джинсов. Я решила заказать брюки. Брюки я решила надеть с блузкой. Блузка мне понравилась. Она такая очень нежная. Мне понравился сам принт. Конечно же, тут V-образный вылез на этой блузке. Мне кажется, я угадала с размером. Потому что у меня вот я что-то в этом заказе некоторые позиции прям большие заказала. И это как раз касается штанов. Штаны я заказала, они такие, ну, не темно-коричневые. Цвет указан бледно-коричневый я заказала. И на фото они выглядят так, как будто они чуть-чуть к низу заужены. Но по факту они очень широкие. И ноги как будто, знаете, как две такие большие трубы в них. Мне как-то вообще эти брюки не зашли. Сначала, когда я их примерила, они были не подвернуты. И мне казалось, что они вообще как-то странно смотрятся. Потом я увидела на фотографии, что их подвернули. Я их тоже подвернула. Но мне как-то это не очень помогло. Плюс в паховой зоне они тоже как-то странно сидят. Как-то топорщится непонятно. И по размеру вроде как они нормальные мне. Но вот мне не очень понравилось, как они смотрятся. И я заказала еще другие брюки тоже. Они из такой тонкой ткани. И я тут прогадала с размером. Они тоже такие широкие, тоже классические больше. Но вот на фотографиях мне кажется, что как будто они более зауженные, чем то, что мне пришло. Мне пришли такие вот прям широкие. Они как-то так модель что-ли пофотографировали. Что даже непонятно, какие в итоге брюки-то должны прийти. Вот у меня немного другие ожидания были. Ну, может это мои проблемы, не зная там, да, что я ожидала одного. Пришло немного другое. Ну, как мне кажется, опять же. Вот. И мне все-таки больше нравится, когда брюки книзу заужены. Мне кажется, что так как-то получше смотрится на моей, по крайней мере, фигуре. И тут я еще с размером прогадала. У меня вообще есть такой момент, что я часто боюсь заказать какие-то маленькие вещи. И, ну, как бы заказываю даже наоборот на размер больше. Вот тут такая ситуация произошла, что эти брюки явно бы на размер меньше надо было взять. Потому что они прям очень свободные чересчур. Ну, я бы сказала, откровенно большие на мне. Но при этом тут такая тонкая ткань. Мне кажется, что если бы они облегали бедра, ноги, то если есть целлюлит, допустим, да, какие-то неровности на коже, все подчеркнется. Вот. Поэтому я даже не знаю. Хотела бы... Наверное, на размер меньше точно нужно было бы. А там все равно надо, чтобы брюки так не слишком сильно облегали. Потому что ткань тут тонковата. Ну, они, кстати, очень бюджетные. 1170 стоят эти брюки. Мне кажется, вообще цены, конечно, обалденные на Wildberries. После того, как я иногда там еду в разные магазины, где цены там по 10-15 тысяч за одну вещь. Потом смотришь на Wildberries и думаешь, обалдеть. Там за 40 тысяч можно полностью гардероб себе обновить. Это, конечно, очень классно. И с этими брюками я еще заказала себе белую футболку. Футболка вообще, кстати, я такие обожаю. Но я думала о том, что на это лето домашнюю одежду я хочу, наоборот, такую более притальную себе посмотреть. Но вообще, в целом, я такие футболки просто, повторюсь, обожаю. Потому что она огромная. Для того, чтобы вот дома ходить, это, мне кажется, идеальный вариант. Но я вот хочу, опять же, на лето попробовать отказаться от таких огромных футболок и, наоборот, там в топиках походить. Но посмотрим. Я ее заказала с тем расчетом, что я заправлю ее в брюки. Но она такая длинная. Это как футболка прям туника. Но на сайте, на самом деле, так и было видно. На фотографиях на Wildberries я имею в виду, что она прям длинная. Но я не ожидала, что она прям настолько как будто длинная. Не знаю. На ощупь она очень приятная. Я заказала белую. Она прям, знаете, из синей-белой. Она прям, ну, как будто немножко даже с синеватым вот этим оттенком. Прям супер. Мне это понравилось. Любимые мои рукава три четверти. Я люблю такой в футболках широкий. Ну, в общем, футболка классная. Я ее все-таки заправила в итоге в брюки. И надела сверху рубашку. Вот рубашку тоже, мне кажется, на размер можно было бы поменьше заказать. Все-таки она как-то немножко чересчур прям большая на мне, мне кажется. На размер один можно было меньше заказать. Но, опять же, я переживала из-за того, что она длинная. Я думала, как она сядет в бедрах. Потому что часто вот проблемы именно с бедрами. Что она вот здесь сверху. У меня нормально вещи вообще садятся, да? А на бедрах потом, допустим, нижняя пуговица не сходится. И поэтому я заказала такую большую. Но в итоге можно было все-таки на размер поменьше. Она прям очень классная. На ощупь просто обалденная. И цвет, мне кажется, я очень удачный заказала. Я вам ссылку именно на этот цвет оставлю. Ну, понятное дело, что это полиэстер стопроцентный. Но все равно на ощупь она супер такая мягенькая, приятная. И мне кажется, это идеальный вариант на лето. Когда прохладно. И хочется что-то сверху на себя накинуть. Но, естественно, что-то такое легкое. Потому что лето все-таки все равно будет на дворе, да? У нас когда-то оно придет. И это вот идеальный вариант. Знаете, вместо джинсовой куртки какой-нибудь взять, надеть вот такую вот рубашку. Очень классный вариант. И стоит эта рубашка 3048 рублей. Тоже, мне кажется, цена вполне адекватная для такой вещи. Мне кажется, она очень такая стильная, классная. И от этого же бренда я заказала еще одну рубашку. Но она должна была быть именно, знаете, как типа из эко-кожи, я так понимаю, по фотографиям. Но явно не точно такая же. Не замшевая она точно должна была быть. А именно вот как эко-кожа, я так понимаю. Может, как лакированная какая-то. Но мне пришла практически идентичная. Той, которую я заказала, я вам уже показала. Только с внутренней стороны. Предыдущая рубашка, она такая чуть темнее, чем внешняя сторона. А это серая. Мне как-то не очень понравилось. Плюс на предыдущей рубашке были карманы. Здесь карманов нет. Сверху на груди вот здесь вот были карманы у предыдущей рубашки. Вот. И мне по итогу та больше понравилась. Ну, продавец ошибся, иногда бывает. Мне казалось, что я заказала так много вещей. Потому что мне привезли один прям огромный пакет, а другой поменьше. И я думала, вау, какой получится огромный обзор. Но в итоге как-то, мне кажется, быстро сегодня обсудили все, все вещи. Так что обязательно пишите в комментариях, как вам сегодняшнее видео. Погравилось или нет. Снимать ли еще обзор на одежду с Wildberries. Спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами совсем скоро увидимся в новых моих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok